Прибавку к стипендии сегодня обсуждают, пожалуй, во всех вузах страны. Будущий машиностроитель Илья Смаилов сейчас на четвертом курсе. Признается, что за время его учебы в университете стипендия увеличивалась впервые и уже решил, куда потратить появившиеся средства. Центр творческой молодежи имени Улджаса Сулейменова открылся в Павлодаре. Выдающийся казахстанский поэт лично принял участие в его торжественной презентации. Центр будет способствовать развитию молодых талантов. Он станет площадкой реализации инициатив. Как отметил Улджас Сулейменов, будущее Казахстана за молодыми людьми. И для этого нужно делать для них все сейчас. Центр творческой молодежи нацелен на большие перспективы. Это место консолидации молодых талантов. В Павлодарском государственном педагогическом университете таких много. Третьекурсник Айдос Хамитов, начинающий поэт-композитор. Его произведения – лирические темы. Недавно написал песню о любви. И вот стал обладателем именной стипендии своего кумира Улджаса Сулейменова. В первом курсе, получается, влюбился в одну девчонку и сочинил это для нее. Было лето тогда. Вот об этом написал песня. Хочу в дальнейшем написать песню про Казахстан, про свою страну, родину. В Узовская молодежь – это будущие педагоги, довольно активны в своих начинаниях. В университете особенно популярен молодежный центр. Здесь студенты планируют, обсуждают, выдвигают новые инициативы. Русана Самекова – лидер волонтерского движения. Вдохновлена объявленным годом волонтера. Говорит, это уникальная возможность реализовать массу проектов. Мы сейчас в процессе создания этих проектов. Эти проекты касаются как и ветеранов Великой Отечественной войны, как и малообеспеченным людям. Также мы хотим развить волонтерскую деятельность, чтобы каждый молодой человек понял, что добровольчество – это призвание. В педуниверситете Улжасу Сулейменову посвятили не только центр. В его честь выпущен документальный фильм. Это одна из ста короткометражных кинолент об исторических личностях при Иртыще. Первые 50 работ презентовали в начале лета. Вторую часть – спустя полгода. Замечательно, что вы затеяли эти проекты. Что знакомите павлодарцев, не только павлодарцев, казахстанцев и вообще зрителей с выдающимися людьми своего края. Потому что о них мало писали. Хотя мы знаем каждого из них. Но вот так совокупно вместе показать это пока не удавалось никому. На следующий год авторы намерены выпустить еще полсотни фильмов. Ректор вуза Алтенбек Нухулы даже озвучил первое имя исторической личности. Это будет герой Советского Союза – павлодарец Махмед Каирбаев. Ербул Абишев, Самат Аспанов, Алексей Менецкий, Хабар, из Павлодара.